Я рада быть вместе с вами в вашей церкви и хочется вместе прославить Господа нашего Иисуса Христа и всем, чем мы можем хвалиться, это им, посредством которого мы получили примирение, это Он нас однажды оправдал, простил и ведет по жизни и проводит разными ситуациями жизни, и иногда Он дает нам радости, иногда переживания, испытания и скорби. И как важно, когда мы проходим испытания, быть открытыми для Бога, потому что, когда мы открываем свое сердце, когда у нас трудности, то Бог совершает в нашем сердце что-то невозможное. И так написано в Библии, что, проходя долиною плача, они открывают нас источники, и дождь благословения покрывает их. Если мы открыты для Бога, то у нас производит это качество веры, эти нужные принципы, божественные, чтобы нам, они так нужны нам для жизни и для того, чтобы однажды войти в небо. И как написано в Библии, что и скорбя мы, мы тоже хвалимся, потому что, если бы не Господь в нашей жизни, и потому хочется поделиться тем свидетельством, нас Бог повел непростым путем. Он ведет нас через испытания. И мы благодарны Богу, потому что, как много Он говорит в наш дух, как Он много совершает работы. И как важно, как я уже сказала, чтобы сердце было открыто для Него. Потому что иногда, когда приходят такие моменты в нашу жизнь, и когда мы закрыты для Бога, у нас приходит ропот, непонимание, огорчение к Богу. И тогда Бог не может совершать. А когда мы открыты, Он изменяет нас. И Он хочет, чтобы, проходя такие моменты, мы не оставались прежними, но мы становились Божьими людьми, слышащими голос Его и послушными Ему. 15 лет назад, когда у нас было уже четверо детей, и мы так хотели иметь больше детей, у нас их не было 9 лет, у нас был такой промежуток, у нас не было детей. И однажды Господь проговорил в наше сердце, что я дам вам радость, но не бойтесь принять. И прошло немножко времени, я забеременела пятым ребенком, отходила хорошо беременность, и уже пришло время рожать, я поступила в роддом, ничего не предвещало, никакой беды. Мне подключили капельницу капать, вызывать роды. И буквально пять капель где-то попало в кровь, может меньше, может больше, и у меня анафилактический шок. И давление, которое было 90 на 60, от этих пару капель стало 190 на 130. И меня начали спасать, еще сынишка нерожденный. И когда уже у меня такое было прединсультное состояние, а сынишка внутри, он получил кровозлияние в мозг, потом отек мозга. И когда он уже родился, он уже был без динамики, без сознания. Целую ночь врачи сражались за его жизнь, и утром уже отправили на областную больницу. Когда я выписалась из роддома, и мы поехали уже в больницу, чтобы увидеться с ним, то врач сказал, что я не должен так говорить, но если Бог его заберет, то так будет лучше. То, с чем вы встретитесь, вам будет тяжело, это будет растение, это будет глубокий инвалид. Я находилась там в больнице, когда он пришел в сознание. Он 17 дней не приходил в сознание, на 18-й день он пришел в сознание, мне разрешили поехать лечь с ним в больницу. Там я находилась больше месяца. И когда мы ехали уже домой, «Ой, я не знала, что нас ждет, я не знала, насколько это инвалид или нет, каким путем Господь нас поведет, только вспоминались те слова, что я дам вам эту радость, но не бойтесь ее принять». Не пришло исцеление мгновенно, но в каждом дне Господь восстанавливал его. И когда мы в три месяца поехали уже делать анализ или такую экспертизу, независимую в больницу, в область, и доцент смотрела и говорила, «Если бы не вот эта бумага эпикрис, которую вы привезли из больницы, я не поверила бы вам. Он превышает развитие нормального ребенка, трехмесячного. Только вижу немножко отголоски в ручках, ножках, паралич. Но то, что вы добились, вы добьетесь многого». И мы понимали, что это не мы добились, это Господь. Слава Ему за это. И я помню тот момент, когда мы только приехали из больницы с Ним домой. И я помню, Господь сказал, «И это только начало, и я поведу Тебя дальше». И я сказала сразу такие слова в молитве, «Господи, я не смогу дальше так». И Господь сказал, «Я приготовлю, но поведу, я буду делать свой сосуд». И прошло буквально год и три месяца, и наша старшая дочь, ей тогда было 17 лет, тяжелая болезнь случается, больница, реанимация, кома, клиническая смерть и прогнозы врачей. Готовьтесь к похоронам. Я помню тот день, когда мы собрались с семьей, с детками, мы склонились на колени, и мы сказали, «Господи, она дорога нам, но если Ты хочешь ее забрать, то возьми, она Тебе так же нужна». Но в Божьей воле было другое, и когда мы так сказали, прошло буквально пару дней, и она пришла в сознание, она позвонила нам, попросила, что она хочет нас видеть, мы приехали в больницу. Она с нами по-новому знакомилась, мы не ожидали, у нее была полная амнезия памяти, она не знала, кто она, что она, сколько ей лет, кто у нее есть. Но то, что осталось в ее памяти, удивлялись врачи и говорили, «Как же так, что все стерто, вся жизнь стерта?» Но она цитирует псалмы, она цитирует главы Библии. И благодарность Богу, как велик Господь. И когда она пережила клиническую смерть, она пережила встречу со Христом, и там на небе, когда она виделась со Христом, то, что первое она сказала, когда она увидела эту святость, эту чистоту, эту красоту, она сказала, «Я не хочу назад». Но Христос сказал, что «Ты возвратишься, ты будешь моим свидетелем, ты будешь говорить обо мне, ты будешь говорить о моем чуде». И она стала искать любые оправдания, чтобы остаться. Она сказала, «Там так много греха». И Христос ответил, «Ты знаешь, где омывать свои одежды». Она сказала, «Там много боли, и теперь мне так больно». И он сказал, «Я буду делить твою боль пополам, но ты еще возвратишься». И потом он сказал, «Ты будешь ходить». И на то время она подумала, почему он так сказал, я же хожу и бегаю, но она не знала, когда она придет в сознание, что она будет недвижима. Больше месяца я ухаживала за ней, там в больнице, надо было кормить, расчесывать, ну, все делать, поднимать, садить. Каждый день это были консилиумы врачей. И всякий раз, когда они меня звали туда, в ординаторскую, они говорили, «Благодарите Бога, что разум ее остался, а ходить она никогда не будет». Прошло месяц, немножко больше месяца, и я помню однажды, это воскресное утро, и она так по-особенному переживала его. Она не делилась, что происходит в ее внутри, но она чего-то ожидала. Я помню уже к обеду, когда я пошла в столовую, принесла ее покушать, она сказала, «Мама, давай я буду пробовать сама уже кушать. Жизнь продолжается, мне нужно дальше жить, и я хочу сама пробовать дальше. Посади меня, подопри подушками, я буду пробовать сама кушать». Она кушала, это получалось не очень ловко у нее, но она покушала, и я пошла занести тарелки в столовую. Когда я зашла в палату назад, она стояла возле стола, я испугалась, я сказала, «Танюш, садись, садись», я не знала, что происходит. И она сказала, «Мама, Иисус меня исцеляет». И она говорит, «Когда ты вышла, я сказала, «Господи, ты сказал мне это слово, что ты будешь ходить». Сегодня воскресенье, так много людей молится о мне, и в церкви вот уже конец служения, и будут обо мне молиться. Если ты хочешь это делать, сделай это сейчас». Я почувствовала, как в пальцах моих ног появились такие иголочки, как сидишь ногу, и они так выше, выше, по всему телу прошли с такой болью. Я, говорит, сжала руку, и я почувствовала, что сила есть в руках, и я облокотилась на стол и встала. И в этот момент я зашла. После тихого часа я уже не могла ее усадить. Она держалась под руку мне, другой рукой за стену. Мышцы были очень слабые, но она ходила. И когда мы ходили по коридору, люди все смотрели, медсестры, больные. Я помню тот момент, когда с ее уст лилась эта молитва посвящения. «Господи, ты возвратил мою жизнь, и куда скажешь, я пойду. И что скажешь делать, я буду делать. Ты возвратил мои ноги, я пойду туда, куда хочешь ты». Прошло немножко времени, она выписалась в больнице, и уже спустя три месяца она попросилась ехать в миссионерскую поездку. Всю свою юность она мечтала, она мечтала стать миссионером, она говорила, «Так мне нравится». Это она читала книги миссионерных, и она говорила, «Я хочу вот такую себе судьбу, я хочу служить Богу». И однажды Бог проговорил еще до вот этого момента, что случилось в ее жизни, Бог проговорил, «Я не копирую судьбу, но если ты позволишь, я приготовила для тебя удивительную судьбу, позволь мне». И вот это решение, оно приходило где-то в течение года, когда она сказала, «Господи, ты властен в моей жизни, что хочешь делать и как хочешь вести?» И Бог повел ее путем. Когда она уехала на миссионерскую поездку, тогда только она еще, ну, буквально прошло три месяца после этой болезни, она попросилась, и нам было, как бы, немножко сложно отпустить ее. И в какой-то момент я молчала, а потом подумала, «Господи, если ты оставил ее жить, и если я не смогу отпустить на служение, какой смысл ее жизни, что она стала жить?» И мы благословили, она уехала. Так она один раз, второй, третий, там она познакомилась со своим будущим мужем, он тоже был уже тогда четыре года миссионером. Они поженились и приняли решение молиться, куда Бог пошлет дальше миссионерами ехать. А так они уехали, буквально в течение полгода они уехали трудиться в Бурятию. Там они находились, и прошло где-то два с половиной года, и однажды, выходя из приюта, она поскользнулась на первой же ступеньке бетонной, и затылком посчитала одиннадцать ступенек вниз головой. Прозвышла черепно-мозговая травма, и ей оказали первую помощь, и потом она увидела, что в глазу у нее какой-то туман. Когда мы ее повезли в больницу, потому что она приехала в Белоруссию, там в России ей могли только оказать первую помощь, и сразу мы повезли ее в больницу. Три с половиной месяца она лежала там в больнице, врачи сражались за ее зрение, было сделано три операции на один глаз, и уже решался вопрос удаления глаза, но она отказалась и сказала, если это происходит, то пускай естественным путем, но Бог остановил этот гнойный процесс. И прошло еще немножко времени, буквально две недели, и этот глаз ослеп до черного. И когда глаз этот ослеп, она сама в себе думала, ну, люди живут и с одним глазом, ничего, это не страшно. Прошла еще неделя, и она ослепла на второй глаз до черного. И, говорит, в то утро, говорит, я не могла уже не выйти в столовую, я не могла обслужить себя ничем, и я понимала, что мне нужно утешение от Господа, я понимала, что человеческого утешения мне мало, я хотела знать, все ли под контролем у Бога, все ли делает Бог так, как Он хотел. И, говорит, я так сильно ждала вечера, чтобы пообщаться с Богом, и когда все уснули, я сидела, говорит, на кровати и начала молиться. И, говорит, я вижу, я не вижу, но я вижу, и я вижу, говорит, как в дверях свет начал теплый падать такой и проливаться в комнату. И, говорит, все больше и больше в этом свете шел Христос. И, говорит, когда я видела Христа, мне больше ничего не надо было. И, говорит, когда Он зашел, Он постелил скатерть и поставил хлеб и вино и сказал, я проломляю хлеб в твоей жизни. И она, говорит, мне больше ничего не надо было. И в тот момент, говорит, у меня была такая вера, что если бы я сказала, Господи, исцели меня, Он бы сделал это. Но почему-то мне захотелось сказать, Господи, если люди будут видеть Тебя, а не меня, и если через это Ты будешь прославляться больше, я пойду этим путем. И три с половиной года кромешной темноты, но за это время, как много являлось слава Божия, как многие люди получили помощь от Бога, как многие люди получили благословение в своей жизни. И прошло еще, ну, в это время, когда вот она ослепла, я немножко вернусь, врачи говорили, что она никогда не будет иметь детей, потому что тогда, когда она пережила эту кому и клиническую смерть, у нее в мозгу образовалась опухоль, ее уже обнаружили спустя шесть лет. И вот когда она ослепла, через полгода она забеременела, до этого у нее было три выки дыши, и она не могла никак выносить, как и говорили врачи. Но Бог говорил ей, что я дам тебе это благословение, и ты будешь держать на руках и радоваться. И вот когда она уже была слепая, Бог дал ей четвертую эту беременность, и она выносила, родила девочку, потом спустя два года родила еще мальчика, и потом уже через полтора года, когда была мальчику, она что-то почувствовала, какие-то боли в животе, и когда она обратилась к врачам, у нее обнаружили онкологию, там по-женски. Было облучение, была химиотерапия, она осталась без волос, без бровей, без ресниц, и уже была третья стадия, переходящая в четвертую. Сделан был первый этап операции, и через три месяца должна была быть еще один этап, и она стала как-то чувствовать себя плохо, и она подумала, наверное, онкология прогрессировать стала. И когда она поехала в больницу, врачи обнаружили, что у нее третья беременность уже, то есть уже по счету шестая. И опять же были вопросы от врачей, как бы надо прекратить это, предотвратить, потому что будет летальный исход. Но один врач, он сказал, нет, мы поможем тебе, если там есть жизнь, мы будем все сделаем для того, чтобы сохранить и эту жизнь, и твою жизнь. И Бог благословил. Правда, не до конца она смогла отходить от беременности. Через шесть месяцев у нее случился инсульт, была задета правая сторона. Но Бог и тогда не оставлял. Я помню тот момент, когда она с реанимацией позвонила, так немножко задета была и речь, но она так вдохновляла меня, хотя проходила сама это. Через десять дней был гипертонический криз, и потом уже решили, врачи приняли такое решение, надо срочно делать Кесарова, чтобы не было летального исхода, потому что очень большое было давление. Родился малышок, был килограмм двести восемьдесят грамм, но Бог и там явил славу свою. Был долго на ИВЛе, семь раз переливали кровь, но Божья слава была явлена и там. И как написано в Библии, как много ты делаешь благ для хранящих истину твою, и пусть имя Божье прославится, потому что как много прославляется Бог в ее жизни, как много Бог обогащает тем внутренним богатством, как много открывает, как много дает своей милости. Не раз она переживала и исцеление, и Бог ведет, и Божье имя прославляется. Я благодарю за этот путь, оглядываясь назад и говорю, Господи, я не хочу по-другому, как близок ты к нам, за что так сильно любишь, что так много вливаешь в нашу жизнь, в своей благодати, что так сильно насыщаешь, что ты учишь любить, как любил ты, ты учишь прощать, как прощал ты, ты учишь служить людям, как служил ты, и за это все слава Богу. Ты учил меня жить без воды и без хлеба, кормя своим словом, и оно насыщало, и силы давало идти. Ты учил не спешить и на жизнь не смотреть однобока, доверяя водительству духа на узком пути. Ты учил меня петь, когда было темно, беспросветно, и хоть слезы текли, в небеса поднималась хвала. Ты учил доверять, что ты действуешь, хоть незаметно и не в сроки людские, но воля вершится твоя. Ты учил меня видеть не просто глазами, а сердцем, и судить не по слуху ушей, а по слову Отца. Ты учил находить среди многих одну лишь дорогу, среди сотен людей узнавать тех, кто любит тебя. Ты учил, что надежда на Бога она не подводит, и пусть люди оставят, но ты не предашь никогда. Ты учил отрекаться себя, когда так одиноко, и служить утешением другому, забыв про себя. Ты учил поднимать крылья веры, взлетая от мира. Все пропало, погибнет, кричала вокруг воронье, но я в небе парила, и ты обновлял мои силы, а потом кто-то скажет, как все и дается легко. Пусть кричит воронье, я уже научилась не слушать, я уже различаю, где ложь, а где правда твоя, и я знаю, что ты, как зеницу, хранишь мою душу, и не дашь посрамиться, кто искренне любит тебя, продолжай и учи. Мне так многое нужно усвоить, мне твои откровения, как воздух для жизни нужны. Я хочу на земле твою волю святую исполнить и прославить того, кто один лишь достойн хвалы. Слава Богу. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.